Лишились всего дважды. Семья Ерофеевых, супруги Наталья, Олег и их сыновья Ярик и Саша остались без крыши над головой. В октябре 2022-го во время массированного обстрела Запорожья одна из ракет ударила по их дому в центре города. Я выскочил на балкон, говорю, что мы живы, все нормально. Я повернулся налево, а у меня заканчивается балкон и нет дома полностью. Прямо за моим балконом обрушился весь дом. Вместе с квартирой семья лишилась и автомобиля. Залезли в долги, чтобы купить машину и выехать жить за город. В 30 километрах от Запорожья у Олега был тогда еще дачный домик. Но в январе 2023-го и он, и новый автомобиль снова были уничтожены ракетой. Она в воздухе разорвалась, воронки не было как таковой. Это она в воздухе и какой-то объемный взрыв, потому что по кругу дома все окна вылетели полностью. И не то, что само стекло, а даже рамы вывернуло. И просто полностью разбило крышу. И второй этаж под крышей все упало на меня. Дети в тот момент находились на первом этаже, говорит Олег. А супруга была на работе. Семья единственная, что у него осталось. И сейчас главное сохранить ее. С детьми три недели работали психологи. В общем-то, реабилитация немного помогла. Они пришли в чувства. Ярик заикаться начал после этого всего. У Саши тоже такие были срывы. Но мы немножко их вывели из этого. Больше испытывать судьбу не рискнут, говорит Наталья. Сейчас семья готовится эвакуироваться из города и, возможно, из страны. Орехов. Город в 60 километрах от Запорожья в сторону фронта. Люди здесь живут под постоянными обстрелами. Без отопления, электричества и воды. Техническую воду привозят спасатели. Здесь практически не встретить целого дома. Магазины не работают. Продукты первой необходимости завозят по возможности. Когда нет обстрелов, такие дни – редкость. Проблемы с медицинской помощью. Потому что сейчас, в принципе, медицины толком нет. Если какие-то обстрелы, то раненому оказать помощь очень сложно. Этим занимаются военные. Несмотря на все риски, многие люди все еще остаются в родном городе. Такие, как Виктор. В свои 63 он живет в частично разбитой квартире. Без тепла и без окон, но с надеждой. Каждый человек живет надеждой. И всегда надеется на лучшее. И у нас, у каждого есть надежда. Мы надеемся, что будет лучше. За надежду сейчас держится кто как может. Орехов был родным городом и для Матвея. Но сейчас молодой человек осваивается в Запорожье. Сюда привез и своих близких людей. Там оставил все нажитое годами имущество. Два дома, квартира. Все оставили. Что делать? Никак нельзя перенести. Там были два прилета очень близко. Квартира. Там все повылетало. Восстанавливать очень долго. В Запорожье молодой предприниматель открыл свой бизнес. Дал работу своей семье и коллективу заведения. Утром на смене три человека. Максим здесь шеф-повар. Его утро начинается из заготовок для японских панкейков. Поскольку наши продукты, японские, отличаются кардинально. Все меню было сделано с нуля. Полностью переделано под все наши ингредиенты. Это все вымерялось. Все рецепты с нуля сделаны. Не без проблем, но работают. Первых посетителей приняли 20 декабря. Для жителей прифронтового города это место – возможность на время отвлечься от всего. Для Матвеевой команды любимое дело и кормит, и дарит веру в завтрашний день. Несмотря на все эти, скажем так, утраты материальные и человеческие, мы тоже переживаем. Мы все люди. Я считаю, что необходимо просто радоваться тому, что есть, и мелочам. Мы все, и дребницам.